Бывая за рубежом, я видел, как много домов там реконструируется. Домов во многом напоминающих наши пятиэтажки. И удивлялся, жителям в принципе не составляет труда оформить расширение своей жилплощади, естественно, на коммерческой основе. И меня удивляло, что у нас в основном производился снос тех же хрущевок. И это при том, что, как меня уверял один из сотрудников аэрокосмической корпорации «Энергия», эта корпорация строит жилье для космоса. Речь идет о космических станциях. И ей бы не составляло проблемы наладить массовый выпуск весьма дешевых пристроек на самом современном, так сказать, космическом уровне. Чтобы в этих пристройках сосредотачивались все коммуникации тех же аварийных хрущевок. После того, как они реконструировались бы не только путем надстройки, но и пристройки боковых секций. Как это я и видел, делается за рубежом. Одним словом, нет проблем с превращением предельно простым образом тех же хрущевок в современное жилье. И слава богу, что у нас уже реализован уникальный пилотный проект по надстройке четырехэтажного дома на улице Мишина-Сава. Пусть пока и в варианте именно надстройки. Буквально за полтора года ветхая четырехэтажка 1958 года постройки превратилась в современный девятиэтажный дом. Правда, на подготовку самого проекта ушло почти 10 лет. В результате реконструкции жители получили дополнительные квадратные метры и новые коммуникации. В настоящее время основные работы уже завершены. В доме заменили все коммуникации трубопроводы, слаботочные сети, проложен новый оптоволоконный кабель. Установлены двухтарифные электрощетчики, трехтарифные предусмотрены для лифта, которых, кстати, раньше в доме не было. Реконструирована электрощитовая, сделана индивидуальная вентиляция на каждую квартиру. Но только в 42-х московских домах будет проведена такая реконструкция. Хотя жители 400 домов проявили интерес к такого рода реконструкции. И я не сомневаюсь, что уж боковые пристройки им могли бы сделать. Но не спешим мы заимствовать позитивный зарубежный опыт. Ограничиваясь чаще всего негативным.